ТАСС Те, кто слушал итоги правительства, говорят, вау, мы достигли какого-то пика, впереди планеты всей. А когда погружаешься в дагестанскую действительность с отключениями света, грязными чиновниками, нестабильной водой, нет, наоборот, нестабильными чиновниками и грязной водой, и опускаешься на грешную землю, итоги всегда можно поправить и подкорректировать. Я не предлагаю вам во всем видеть риски. Общественность должна видеть перспективы, а эксперты должны видеть риски, наряду с возможностями, конечно. А власти видят только позитивы. Так уж устроена политическая система. Нельзя взять и высечь себя. Нельзя. Безусловно, агросектор рванул. Рис, сады, виноград, шерсть. Промышленность пока задумывается и обувается. Хотя, пример объявил, что она разворачивается и набирает обороты. Но хотелось бы вернуть ее хотя бы к советским контурам. Переработка всегда где-то рядом с сельским хозяйством. В сельском хозяйстве есть еще такая штука, как потребкооперация. Это когда ценовая политика разумная, сбыт обеспечен, коровы дойны, доярки довольны, другие вопросы решены. По проблемам. Вот опять проблема тени, то бишь теневой экономикой. О ней говорят премьеры. А еще агросектор, хотя и успешен, но лизинг, кредиты, сельхозтехника не так оптимистичны, как хотелось бы. После заслуживания отчета депутата задали премьер-министру вопроса. Они касались передачи пансионата на побережье Каспийского моря в собственность республики, создание реабилитационного центра для участников СВО, внедрение системы «Умный город» в столице, принимаемых мер по решению вопросов 143 ветхых и аварийных школ, проблем с электроснабжением, дефицитом кадров, особенно рабочих профессий. Были вопросы о планах по расширению мероприятий программы по развитию горных территорий, газификации прикутанных хозяйств, увеличению господдержки для развития рыбной отрасли и другие вопросы. Вопросов много и, думаю, ни правительство, ни депутаты, тем более не будут их скрывать и замыливать, а наоборот, на то и щука, чтобы карась не дремал. И общественность, и депутаты, и СМИ должны говорить и говорить о проблемах. Иначе как понять, где болит, что залатать и как быть? Немало вопросов было и на пресс-конференции Меликова. Инфраструктурные изменения, туризм, каждый год по 500 тысяч человек, прирост, говорит глава. А индустрии туристической пока нет. Парадокс такой, дагестанский. Аэропорт, присловие аэропорт меня передернуло. Нет, там речь шла о новых терминалах. Скоростной железнодорожный состав, который соединит две столицы Махачкалу и Дербент. Меликов честно признает, что энергетический комплекс запущен, что это тяжелое наследие, что это недофинансирование. И вал обращения жителей республики, конечно, касается именно цвета газа воды. Население Дагестана законопослушно отметил глава республики. И платежная культура на высоте. А неплательщики это преимущественно юридические лица, банкроты, которые создают ужасные долги. И тут образуется такой вот клубок. Клубок целующихся змей. Интересный афоризм от Меликова. Но наиболее резонансный вопрос касался вопиющего случая замуровывания женщины дербентским депутатом Ровшаном Османом. Вы не ослышались. Замуровывание. Который построил торговый центр в историческом центре древнего города и оставил внутри здания квартиру женщины. Эта история довольно известна дербентцам. Женщина, как мне сообщили мои источники, все это время, около трех лет, жаловалась и обивала пороги различных структур. Но нигде не находила понимания и справедливости. Причем она даже стояла в пикетах перед городделом полиции. Но депутат застройщик упрямо продолжал делать свое дело. В конец замуровал квартиру женщины внутри торгового центра. Не смог договориться с жительницей лакомого места для недвижимости. И решил и тупо ее обложить в буквальном смысле. После вопроса Меликову на федеральной площадке информация разошлась по федеральным и дагестанским СМИ. На депутата возбуждено уголовное дело о самоуправстве. А Единая Россия, в которой он состоял, вывела его из состава партии. Свет, вода, газ, инфраструктура, ветхие дороги, жилье, школа, дефицит садов параллельно продолжают портить крови и нервы простым гражданам и господам, товарищам, чиновникам, то есть власти. Рывок есть по строительству садов, школ, но все равно мы в числе догоняющих. Уже очень пропасть была глубокой и этого рывка, прорыва мало. Это понимание у главы республики вроде есть. Плюс демография хороша и это радует. Но и инфраструктурная нагрузка, туризм, нагрузка. Поэтому работать надо с удвоенной силой. Серьезным риском в республике продолжает быть коррупционное поведение. Низкая компетенция и такая центробежная сила к формированию таких токсичных, деструктивных клондайков, комор, мафиозных структур, которым якобы позволено все. А вокруг бедные люди, которых можно загонять в тупики, в угол, заручившись поддержкой местных политиков, пэров и мэров. Это не женщины замуровали. Это замуровали дагестанскую власть в отдельно взятом Дербенте. А дагестан и дагестанская власть оказываются заложницей такого статус-кво. Это называется, змеи укусили свой хвост, ну после того, как поцеловали друг друга. Оставайтесь с людьми. Живете ли вы в Дербенте или в другом каком месте.